Всем привет, с вами Вова и вы на канале Apple High Tech. В этом видео расскажу про очень классное приложение для прослушивания музыки из ВКонтакте на вашем iPhone или iPad с возможностью скачивать аудиозаписи. Я уверен, что вам реально понравится этот плеер, так как он отличается очень красивым дизайном и море фишек. Ночной режим, эквалайзер, возможность менять темы и многое другое, причем распространяется бесплатно. Если вам интересно, тогда давайте начинать. Поехали! Те, кто смотрят давно мой канал, сейчас реально удивятся. Нам не понадобится никакой сторонний сайт. Это приложение мы найдем на просторах App Store. Называется Lazy Music. Как всегда ссылочка будет в описании к видео. Переходим по ней и скачиваем этот великолепный плеер. Кстати, весит он очень мало и работает даже с iOS 7.1. Это реально круто. Давайте запустим и тут у нас краткое знакомство с приложением. Можем почитать о его основных достоинствах. Нажимаем кнопочку поехали и в первые минуты вдохновляемся красотой плеера. Теперь авторизируемся через ВКонтакте. Заходим во вкладочку ВКонтакте и в левом верхнем углу нажимаем ход. Выбираем удобный для нас способ, чтобы залогиниться. И все, можем приступать к использованию. Давайте посмотрим, как это работает на деле. Зайдем в мои аудиозаписи и послушаем что-нибудь. Например, вот эту классную песенку. И вы просто взгляните, как круто выполнен сам плеер. Вот просто радует глаз. Как я и говорил, мы можем скачивать песенки. Просто жмем на облачко и скачиваем. Также как приятный бонус, рядом с длиной композицией указывается качество трека. Скаченные треки найдем в медиатеке. И тут тоже не просто тупо список скаченной музыки. Мы можем создавать папки и раскладывать в них музыку, как нам надо. Можем также в настройках выбрать, как будет сортироваться наша медиатека. Визуализаторы разные можем включать, чтобы интереснее было слушать музычку. Можем менять цвет приложения в какой душе угодно. Но ночной режим по-любому зайдет тем, кто перед сном любит послушать свой великолепный плейлист. Также, как я и говорил, тут есть куча других приколюх, которые ты можешь найти сам. Стой, стой, что я слышу? Вова, что за фигня? Тут вон реклама бесящая, что ты втираешь мне дичь? Стоп. Это бесплатное приложение, причем в которое было убито много времени и сил. И автор как-то должен получать денежку. Плюс ко всему, автор грамотный чувак. Реклама не пестрит по всему приложению, не включается после каждой песни и так далее. И рекламу можно убрать на целый день, просто кликнув по ней один раз. Перезапустите приложение и целый день наслаждайтесь музыкой, не отвлекаясь на рекламу. Это реально очень достойное решение, потому что всем хорошо, никто не обделен. В общем, я думаю, вам понравится этот плеер и советую скачать его поскорей. Ибо если приложения такого рода выходят в топ, то скорее всего их банит редакция App Store. Ибо они нарушают авторское право. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если это видео было полезно для вас, то почему бы не поставить ему лайк. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. И до новых видео. Пока-пока.